ребят всем привет в общем у нас все дома как всегда не без приключений насосная станция не выключается почему-то сейчас покажу вроде как и крутит пытается набрать давление пытается накачать но стрелка богов и просто это есть сейчас не знаю наверно вытяну я наверх потому что здесь в яме без того ради удобно разберу посмотрю что там дальше покажу так и станцию вытащил я наверх откручиваем вот эти четыре болта шестигранника не нашел буду выкручивать вот такой звездочка я думала разница никакой затянута тут так дебел ну в общем я закручу потом покажу открутил эти четыре болта короче прикипели они знатно не в алюминии были алюминий окислился пришлось побрызгать в подышка его трубочкой рычагом открутили общем снимаем смотрим что там у нас внутри не хочу пока ничего полностью разбирать вот смотрите видите крыльчатка терва получается вот видите вытерты части части и вот на самой крыльчаткой тоже все вытерта почему-то она на ходором ходит почему так ходит непонятно она вообще снимается отлично здесь шо не пойму где гайка вообще делась интересно интересно очень интересно очень сейчас попробую вытащить вытащить где же гайка сама замка подмет вот шайбочки кусочек отлично шпонку не потерять можно тут все разбито прикольно короче шайба ты подняла и куда-то шайбой шайбой не понятно что это с ней и просто нету 1 сейчас буду что-то думать ребят тупо гайки нету получается и эту крюльчатку мотыляла как угодно вот она не набирала на нужное давление сейчас будем что-то думать ребят щетку почистил смотрите здесь просто выгнила резьба и все я не знаю как и гайка выгнял получается короче как-то так это все пришел непригодность мне повезло у меня у сестры была такая же станция у которой сгорел мотор и вот принципе от нее вот все что по оставалось вот смотрите как здесь было вот резьба гаечка единственное что здесь вот на конус идет здесь у нас было под шпонку в принципе крыльчатка вот есть конусная вот здесь только кусочек обе ты но я думаю это большой роли не сыграет будет она работать и так в общем что сейчас сейчас сниму мотор отсоединю провода сниму сам мотор все вот эти болтики я позаливал водешкой потому что она в алюминии там все окисленное чтобы не посрывать в общем сейчас буду менять получается весь якорь полностью в сборе с разберу поскручу провода покажу вам что дальше мотор я снял вот так он выглядит все болты по откручиваю ну теперь наша задача снять вот эти две крышки скажем так надо снимать аккуратно я буду сейчас потихоньку отверткой это все отжимать неаккуратно через наставочку чтобы не побить алюминий потому что эта дюралька очень хрупкая вот уже когда собью покажу вам что там внутри не буду снимать как взбивать я думаю каждый разберется сейчас аккуратно будем сбивать все выдал я крышки вот задняя вот это передняя короче вот старый якорь подшипники тоже остались на нем надо будет их поснимать мне только задний нужен у меня передний есть вот новый в принципе это тоже неплохо на его трогать не буду сейчас аккуратненько пойду в тиски зажмут это все дело собью подшипник потому что мне сюда надо такого нет ну и будем ставить это все на новый якорь и собирать смотрите вот этот подшипник у меня стоял задней крышкой да и вот смотрите в чем прикол он получается по диаметру не садится на вал здесь вал другой поэтому навал садится вот этот подшипник внутри не подходит но он не садится в этом короче пришлось ехать на базар покупать новый подшипник он садился в крышку ну понятно одевался на вал я его сейчас разберу смажу солидом потому что непонятно что там внутри ну и будем собирать на место это все дело так вот подшипник я запрессовал здесь уже в кожухе здесь на валу собирать сейчас сразу затяну вот эти три болта потом уже буду набивать заднюю крышку так вот 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...